Здравствуйте! Мы в прямом эфире в студии Олеся Акинфеева. Четыре дня остается до наступления Нового года. Каждый из нас по-своему готовится встретить 2019-й. Торгово-развлекательный комплекс «Корстон» тоже в ожидании праздника. Сегодня мои гости – Павел Камынин, директор по продажам и маркетингу. Здравствуйте, Паш. И Александр Федоров, начальник развлекательного центра. Здравствуйте! Очень рад вас видеть. Всем нашим телезрителям напоминаю, наш номер телефона 849-67-1244-44. Звоните, задавайте свои вопросы, тем более сегодня есть мотивация. Гости пришли не с одним подарком, а целых семь подарков. Давайте мы их озвучим, наверное, чтобы стимулировать. Мы надеемся, что будет где-то семь звонков, и за каждый звонок гость будет получать подарок. Павел, какой? Каждому гостю мы подарим индивидуальный подарок. Мы сегодня дарим, как в преддверии Нового года, в ожидании чуда, все-таки подарков мы решили сделать побольше. Мы дарим билет на припаде стигмата, который будет 29 декабря. Мы дарим билет на проход с Корстом в новогоднюю ночь, с часу ночи. Мы дарим билет на мото. Мы дарим билет на новогоднюю елку. Мы дарим билет на Линду. И дарим кофе в мосту, бесплатный кофе в мосту дарим. Уютно посидеть в нашем ресторане. Просто приятный бонус для тех, кто позвонит, задаст интересные вопросы. Я думаю, что уже пора набирать наш номер телефона, чтобы попасть в семерку первых дозвонившихся и тех людей, которые будут с какими-то особенными, интересными вопросами. Пока мы ждем звонков от телезрителей, хочу все-таки вас спросить про 2018. Про личные впечатления. Чем запомнился этот год? И может быть, самое яркое приключение? Мне 2018 год запомнился поездкой в Гонконг и в Макао. Мы, кстати, с Павлом стали чемпионами в Корстоне. Да, у нас есть такая программа, что каждый сотрудник может выиграть поездку в Лас-Вегас, в Гонконг или в Макао. То есть каких-то добиться высших результатов в своей работе и стать чемпионом. У нас в каждой должности есть своя сфера. То есть ты добиваешься... То есть есть какая-то оценка, ну, бальная, я не знаю. Это дополнительные мотивации. Например, у нас официанты участвуют, в этой мотивации участвуют повара кухни. То есть тот, кто больше всех продал. Например, из официантов за год он получает путевку в Лас-Вегас. Из поваров там кухня. Какая кухня больше всего продала, тоже. Шеф едет в Лас-Вегас. Также на приеме размещения. В общем, ну и также есть мотивация. Просто президент группы компаний может объективно... Выбрать лучших сотрудников. Да, лучших сотрудников выбрать. Вот как вот нас с Сашей, да. Мы в этой программе мотивации не участвуем, но посчитали нас людьми лучшими в своих направлениях и отправили нас в Гонконг-Макал. Так, чем запомнилась эта поездка? Это безумно. Такая пауза. То есть это очень личные эмоции? Нет, но мы с Павлом жили в одном номере. Запомнилось, безусловно. Это вас сблизило. Во-вторых, Гонконг это город небоскребов того, что нет у нас. Ну, то есть Москва-Сити это, скажем так, мелочь по сравнению с тем, что из себя представляет Гонконг. Это небоскребы, 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 100-150 этажей. Огромный город, огромное количество населения. Все шевелится, все кипит. Вообще Китай живет совершенно другой жизнью. Очень понравилось то, что очень все контрастно. Мы привыкли, как бы, наверное, больше все-таки там это Турция, Европа, может быть, да. И когда нам предложили выбор лететь Гонконг, Макао или Дубай, мы, не раздумывая, выбрали в Гонконг. Здорово. И ничуть не пожалели об этом. Можно я вас прерву, потому что у нас уже есть первый дозвонившийся. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Оксана. Так, Оксана. У меня такой вопрос. Какие популярные исполнители или группы будут поступать на сцене Костом в 2019 году? В целом, вообще, планы на год вас интересуют или начало года? Ну, хотя бы начало года. Хорошо. Спасибо. Виды самых популярных. Ну, смотрите, мы уже озвучили, что 2 января у нас выступает МОД, 5 января у нас выступает Линда. 12 января у нас Гривина, молодежный исполнитель. Дальше у нас следует Чиша компания. Ну, естественно, легенда российской рок-сцены – это Гарик Сукачев, нас ждет в марте. Вадим Самойлов, 2 февраля. Ну, и также ведем переговоры с известными российскими поп-звездами и рок-звездами. Скажите, может, сегодня хоть раскроете секрет? На день рождения Корстена мы кого увидим? Небольшая интрига будет. Об этом мы сообщим позже. Будет интересная, хорошая звезда. Ведем сейчас с ней переговоры. Уже оговорился немножко с ней. Хорошо, значит, это будет женщина. Нет, со звездой. Оставим интригу. Ну что, вернемся тогда к Новому году. Лично сами готовы. Корстен мы видели, что украшен, все, мероприятие готовится. А вот сами-то где будете отмечать? На работе, да? Да, я буду в Корстен. У нас основной состав все-таки будет праздновать, наверное, на месте. Потому что наша профессия праздник, когда все отдыхают, мы работаем. Ну и у нас такого рода отдых. Мы в работе отдыхаем, так скажем. Корстен ждет своих гостей. Еще есть свободные места. Есть еще, да? То есть можно. То есть можно в бальном зале. Будет очень интересная программа. Давайте мы прервемся буквально на один вопрос, да? И вот продолжим про новогоднюю ночь. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Меня зовут Денис. Хотелось бы задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, планируется ли приглашать с концертами в Корстен таких популярных исполнительниц, как Аня Лорак, Зара или Светлана Лобода? Спасибо, Денис. С музыкальными пристрастиями Дениса все понятно, очевидно. Да, да, да. Со всеми звездами ведем переговоры, но пока договориться на оптимальных условиях с ними не получается. Ну, это дорогостоящие звезды, да? В первую очередь, да, это ценник. Потому что мы хотим, чтобы звезды были доступны для наших гостей, вот в первую очередь. Но у Лободы сейчас такие гонорары, которые, ну, ударят, так скажем, по карману. Не всем будет доступно прийти в Корстен и послушать звезду. Но, кто знает, может быть, мы найдем какие-то пути. Ну, вы пометочку себе сделайте, пожалуйста, что? Ну, с ними, да. Это одни из ключевых звезд, которых мы хотели бы тоже видеть у себя на площадке, с которыми мы хотели бы тоже пригласить и поработать. В новогоднюю ночь в Корстене кто будет развлекать посетителей? Очень много. Начиная от Деда Мороза и Снегурочки, это кавер-группы, фокусники. Ну, с Великого Устюга же, правильно, да? Естественно. У него одна прописка. Именно Дед Мороз, не Санта-Клаус, прям вот с бородой. Это будут фотосессии с Дедом Морозом. Очень обширная программа ждет гостей. Помимо того, что будет очень хороший стол, всю ночь праздник будет просто не выходить из стен Корстена. То есть мы начинаем с 10 часов, сажаем гостей, и программа начинается, шоу мозгового, как говорится. Хорошо. Давайте еще один звонок послушаем. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Александру. Я недавно был в Москве и пробовал там очень вкусный глазированный попкорн. Вот очень хотелось бы узнать, это чудо когда-нибудь появится в Серпухове? Любитель попкорна. Да, любитель попкорна. Спасибо за вопрос. Но это чудо не появится, оно уже появилось. Поэтому уже с завтрашнего дня каждый, пришедший в кино, может попробовать новый попкорн. Я думаю, что наш телезритель уже сегодня может его испробовать. Да. Можно еще спеть. Киносеансы еще есть. Фишка в том, что мы купили современный аппарат по производству попкорна со стопроцентным раскрытием зерна. То есть зерно без каких-то очисток, оно полностью раскрывается, выглядит в виде шарика. Очень большое вот такие вот зерна. Да, и специальный карамелизатор, его покрывает глазурью, и оно получается прям как конфетка. Прям тает во рту. То есть это вот попкорн, скажем, 2.0 нового уровня. То есть в новом году, и уже в конце этого года каждый, кто придет в кинотеатр, может этот попкорн попробовать. Ну и вообще в наш комплекс. У тебя, кстати, обновление там, у него расширение кандибара. То есть раньше у него был ассортиментик там не очень большой, сейчас он очень серьезно расширился. Да, мы перед Новым годом расширили. С учетом личных пристрастий. И тоже, да. Ну мы знаем, что сейчас гости любят фитнес, то есть все помешаны на здоровой еде. То есть мы всякие овощные чипсы, дольки, свекольные, клубничные. А дома ночью поедаем кубасу, да? Хорошо. Добавили всяких снеков новых. То есть приходите, пробуйте ассортимент, товар нестандартный, его нет в магазинах, есть в кинотеатре. Там есть даже попкорн, это вот с чем он там, в глазури, с шоколадом. То есть смесь всех сладких, вот, как в шоколадке. Для любителей сладкого это будет очень большой сюрприз. Сырный попкорн. Прям так вкусно вы все это описываете. Да, кстати, у Саши акция по будням дням. Называется «Счастливое кресло». Смысл акции в том, что придя в кинозал, на сиденье можно обнаружить наклейку, вот, которая тебе дает право получить приз. То есть приходите в кино, смотрите под кресло. Это в будни. Она действует с понедельника по четверг. Ух ты, как здорово. Да. Еще один есть звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Павел. У меня такой вопросик. А сколько шаров на новогодние елки в Корсуне? Так. А это вопрос с подвохом. Хорошо, мы сейчас и проверим. Кто наряжал елку? Кстати, мы всем комплексом наряжали. Всей командой наряжали, да. У нас был тайминг под делом. То есть утром один отдел приходил, в обед другой, и к вечеру уже третий. Так, и в итоге сколько же все-таки шаров? И каких цветов шары, наверное, я добавлю? Хорошо, Паша? А вот вспоминайте свою елку. Много шаров, много. Ну, у нас, да, и серебристые, и красные шары, и синие есть, и большие, и маленькие. Ну, я думаю, что там больше... Звонок начальнику требуется? Больше сотни, я думаю, что точно. Не считали, потому что елка очень высокая. Я думаю, что больше сотни. Они спросили, на какой елке? У нас же их несколько. На главной елке спросили. На центральной елке, да. У нас очень много мест для селфи. Недавно мы разместили пост в социальных сетях. Топ-5 мест в Корстане для селфи. Очень хорошо набрал лайки просмотра. И реально, как бы, люди узнали те места, где можно пофотографироваться. У нас очень много фотозон в комплексе. А вот многогоднее представление для детей возле центральной елки проходит или где? Многогоднее представление будет... Гостей будут детей встречать возле центральной елки, а потом все будут проходить в бальный зал, где там уже будет проходить действо. А потом основная фотосессия с Дедом Морозом, Снегурышкой также будет проходить у главной елки. А детям обязательно приходить в карнавальных костюмах каких-то или же... Это будет очень красиво, если они придут. Это приветствуется, в первом делу. Я каждый год с момента организации елок всегда смотрю, прихожу, на билетах стою. Блин, очень красиво. То Снежинка придет, еще... Ну, дети очень красиво одеваются. А давайте пофантазируем, если бы вы снова вернулись с детства, то какой бы костюм попросили у родителей? То есть, как бы заявились-то на елку? Я был бы зайчиком. Все так банально, Саша. У меня был костюм... Говорю, пофантазируй, молодой. У меня был костюм мушкетера. Нет, это был. А вот какой бы хотелось? Я бы даже не поменял бы, наверное. Да? Так бы остался бы зайчиком. Я бы остался бы зайчиком. Ну, может быть, сейчас я смотрел бы какие-нибудь мультики и был бы, может быть, наверное, захотел бы супергероя какого-нибудь. Стал бы Гринчем, да? В костюме Гринча, да. Кстати, наши новогодние елки, они по тематике Гринча. А вы на репетицию заглядывали? Вот что там происходит? Кто еще будет из сказочных персонажей? Ну, чуть-чуть расскажите. Будут обязательно наши крастонята. Они, как всегда, будут выручать, спасать Новый год. Будет обязательно Дед Мороз, Снегурочка. Будет обязательно сам Гринч, который будет похищать Рождество. Сказка сама интерактивная. Сколько она продолжительности? Где-то час с лишним. Смысл того, что дети у нас не сидят просто на местах, на креслах. Они у нас участвуют в представлении в самом. Вместе с героями. То есть они могут бегать вместе с героями, бегать за этим Гринчем, смотреть все вот это, наблюдать. То есть в этом сама фишка, то, что наша елка единственная интерактивная. То есть ты можешь участвовать в самом вот этом представлении. Можешь подойти ближе, можно дальше. Родители, как правило, сажают детей, отходят в стороночку, и дети, вот раскрыв рты, участвуют в этом представлении. Будут спасать Новый год вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Билетов осталось, кстати, не очень много в этом году. Не бывало ажиотажа. Да, ну, на самом деле, большой очень ажиотаж. А сколько всего будет представлений? Мы даже не ожидали, что всего будут представления со 2 по 6 число. Каждый день? Да, 2, 3 числа будут по 3 представления, потом будут 2 представления. 6 числа у нас будет одно представление, будет благотворительная елка. То есть это подаренные билеты для детских домов, реабилитационных центров. То есть все детишки, которые нуждаются, придут к нам, посмотрят. Станут частью волшебства. Давайте ответим еще на один вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? И задавайте вопрос. Меня зовут Римма. Так, Римма. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вы сказали, что недавно посетили Гонконг. Меня интересует, удалось ли вам по этой бесконечно очень длинной канатной дороге добраться до острова, где находится самая большая статуя Будды? Так. Вы там были, чувствуется? Да, и неоднократно. Но могу сказать, что мы к статуе Будды не ездили, но мы поднимались на пик Виктории. Это тоже было удивительное приключение. Мы стояли где-то часа полтора только за билетами. На трамвае? Да, 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 наверх поднимались. Давай. Обязательно, если посетите в следующий раз Гонконг, доберитесь до острова с этой огромной статой. Вы получите незабываемые эмоции. Спасибо большое. Спасибо. И я хочу напомнить всем нашим телезрителям, что вы сразу не бросайте трубочку, а оставляйте свои номера телефоном, чтобы мы после эфира могли с вами связаться и обозначить, да, кому какой подарок. Хорошо? Хорошо. Все, спасибо. Спасибо, всего доброго. Мне кажется, я так автоматически сразу нашу телезрительницу в список получателей подарка зачислила. Ну, дадим обязательно подарок. Про сюрпризы новогодние. На сам Новый год вообще можно прийти с ребенком? Вот что для самых маленьких приготовили? Естественно, каждый Новый год у нас, это у нас семейный праздник. То есть люди приходят с семьями, но, как правило, начинают отмечать Новый год с детьми. Если в случае, если дети устанут, у нас есть места для размещения, у нас есть люди, которые могут их развлечь в какое-то время, чтобы родители развлекались, отдыхали, и дети тоже получали удовольствие от этого праздника. В новогоднюю ночь у нас будет работать детский парк. То есть уже с 10 часов вечера гости, которые будут приходить отмечать Новый год, они могут детей оставить без проблем в детском парке. Там будет работать специальный человек, будет действовать специальная программа для всех гостей. За 1000 рублей можно приобрести безлимитную карту для всех аттракционов в детском парке. Также будет организована специальная комната, где детей можно оставить спать. То есть под присмотром аниматора. То есть она без проблем уложит, побудет с ребенком, пока родители будут отдыхать. То есть мы предусмотрели, в принципе, для любого возраста, для любых семей, возможность без проблем отмечить Новый год именно в Корст. Но для родителей всегда важен вопрос безопасности ребенка. Вот те аттракционы, которые находятся на территории развлекательного центра, они проходят проверки? Да, у нас абсолютно безопасная аттракцион. У нас проверка происходит каждый год, приходят специальные службы, смотрят и нам продлевают лицензию еще на год на работу. То есть у нас все безопасно, правила везде прописаны, возрастные ограничения везде прописаны. Специальные люди, которые работают в детском парке, смотрят за детьми. Но и боулинг работает в новогоднюю ночь, да? Нет, боулинг в новогоднюю ночь работать не будет. Но будет работать кинотеатр для детей. То есть для всех детей в час тридцать будет показ мульт в кино. То есть это те мультфильмы, которые выходят на канале «Карусель», но будут показаны те выпуски, которые еще не вышли. Можно про кино мы отдельно поговорим? Наверняка, Саша, все уже просмотрел. Вот что посоветуешь? Ну, сегодня... Перед тем, как ответишь, можно мы телезрителю дадим возможность? Это мне подсказывает, что у нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Маша. И у меня много друзей, которые работают в Корстане. И поэтому многое рассказывают, как сотрудники в Корстане выполняют много всяких разных функций и ролей. Вот хотелось бы спросить у Саши и у Паши. А может быть, у вас тоже есть какая-то дополнительная функция в эти новогодние каникулы? А может быть, вы исполняете роль Корстаненка, или, может быть, кто-то из вас будет Гринчем? Ну, здорово. Саша, если ты сейчас скажешь, что ты будешь зайчиком... Я буду зайчиком. Нет, а если серьезно, правда, хороший вопрос. Мы, так скажем, будем сопровождать этот праздник обязательно. Саша будет по линии кино, потому что гостей будет очень много. Новогодние каникулы все будут гулять. Мы будем заботиться о том, как гостям приятно провести будет праздник в комплексе. То есть наша задача ключевая будет в этом. Ну, хотелось бы поучаствовать в том же самом представлении. Чуть-чуть проявить свой артистичный талант. Конечно, но не берут. Ну, не берут. Есть специальные у нас артисты, профессионалы, подготовленные. Уважаемые руководители Корстана. У нас есть сотрудники, которые могут вот просто как... За дополнительную нагрузку, да? Нераскрытый потенциал. За попкорн, да? За новый. Если вернемся к кино, можно поподробнее? Все же просмотрел? Да, все просмотрел. Кому что посоветуешь? Продажу билетов в кинотеатр на новогодние праздники открыл. То есть уже сейчас по 9 января можно приобрести билеты. У нас будет отдельное расписание на 31-й, отдельное расписание на 1-й, 2-й, отдельное расписание с 3-го по 9-й. Так что когда будете просматривать расписание в газетах, на сайтах, мы везде все опубликовали, обратите на это внимание. Сегодня вообще грустный день. Сегодня стартуют елки. И елки эти будут последние. Больше мы елок... Больше мы елок в прокате не увидим. То есть Урган, Светлаков с нами прощаются. Это будет последняя завершающая часть елок. Уже сегодня можно посмотреть, зарядиться новогодним настроением. Ну и также елки будут идти в новогодние праздники. Также стартовал у нас полицейский с Рублевки. Но стоят елки того, как их анонсируют вообще? Елки стоят. Для любителей франшизы, для поднятия новогоднего настроения, вот именно это то, что... Это такой прям вот добрый, прям такой добрый новогодний фильм. Да, у нас стартовал полицейский с Рублевки. Могу сказать, что это реально бомбовая комедия. Взорвал все ожидания. Взорвал все ожидания. Это самая смешная комедия российская, которая выходила за последние годы. Залы просто выходят вот в слезах от смеха. 90 минут это просто вот поднятие новогоднего настроения, поднятие всех эмоций, которые только можно. Скажи мне, ну вот сейчас по ТНТ, который идет... ТНТ премьер, наверное. Да, да, да. Был последний сезон, да? Не все наверняка его посмотрели. Ну, крайний. Ну, крайний, хорошо. Нужно ли его посмотреть, чтобы вот этот фильм был не страшный? Нет, его смотреть не нужно. Нет, не нужно быть подготовлен. Полицейский с Рублевки самостоятельное кино. Даже не обязательно знать... Без привязки к сериалу. ...всех героев, которые... То есть там отдельная история с этим участком, который находится на Рублевке, как они в нее попали, и как они из нее дружно все выходили. То есть приходим в Корстанс, берем билеты на полицейского с Рублевки и смеемся все 90 минут и поднимаем себе новогоднее настроение. Но 1 января у нас выходит самый главный фильм года от создателей «Движение вверх». Кстати, вы спросили, чем запомнился в профессиональной сфере Новый год. «Движение вверх» стал самым кассовым фильмом 2018 года. И помимо этого он стал самым кассовым фильмом в нашем кинотеатре. То есть мы именно на этом фильме заработали самую рекордную выручку. И от создателей «Движение вверх» 1 января у нас выходит Т-34. Это Александр Петров. Это классная история про танки, про танковые сражения, которая... Весь фильм — это экшн. То есть там нету какой-то вот такой элигии, когда заплачешь, либо что-то грустное. То есть это реально веселое, развлекательное кино, но про войну. Но которое именно подымает и заряжает настроение. Саша, вынуждена прервать? Есть звонок еще один. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте вопрос. Здравствуйте. Так, как вас зовут? Меня... Мина Александровна. Так, очень приятно. Мне хотелось бы задать вопрос не касаемо Нового года. Хорошо, давайте. Как-то была... По телевизору была передача очень интересная про Корстон. Оказывается, там огромное количество ресторанов, и очень красивых, и очень вкусная еда. Вот мы как пенсионеры хотели бы узнать, можно ли прийти когда-то в один из ресторанов, либо посмотреть что-то, ну и, может быть, посидеть там, но с какой-то скидкой для пенсионеров. Нет такого? Очень хороший вопрос. Правда, сейчас все магазины, аптеки делают скидки. Пора уже к Корстону. Спасибо за вопрос. Спасибо. У нас прямого понятия скидок как и такового нет. У нас есть система наша бонусная, то есть за каждый ваш потраченный рубль мы возвращаем вам на бонусную карту 5%. То есть от любой суммы 5% идет на бонусную карту, и вы эти деньги потом можете потратить в любых кафе, ресторанах, Корстон, у Саши, можно в кандибаре купить попкорн, тот же самый. Но если вот не знают о данной карте, как она приобретается, как ей пользоваться, расскажите. Ее в любом случае предложит официант в любом ресторане, то есть если у вас ее нет, вам предложат ее завести, нужно будет заполнить легенькую адкету, вам эту карту дадут, на нее уже будет начислен бонус за потраченную сумму. То есть после первого посещения уже будет определенный бонус, скидка на следующую. Это накопительная система, как в наших магазинах популярных, пятерочка, перекресток. Мы покупаем, получаем бонус, этими бонусами расплачиваемся. Ну, плюс ко всему, мы очень любим угощать. Допустим, если вы придете в ресторан Ива, вам всегда подойдут оливки, вам всегда подадут лимончелло, вам подадут в качестве комплимента от шефа подадут пасту, попробовать. Очень интересная у нас паста. Ну, практически всегда, да. Ну, всегда, да. Ну, мы очень много сейчас, вот мы прям вот дарим комплиментов, потому что мы хотим сделать гостям приятное, мы хотим, чтобы у них это запоминалось каким-то образом, вызывало положительные эмоции. Поэтому мы стараемся больше дарить. Про кино. Что детям советует? Детям. Также с сегодняшнего дня у нас стартовали три богатыря. Очередное продолжение у нас будет с 1 января «Снежная королева». Также будет продолжаться «Гринч», будет продолжаться «Бамблби» и будет продолжаться «Аквамен». То есть, в принципе, детская, молодежная аудитория получит максимальный объем. Вот по «Бамблби», вот скажи подробнее, не будет ли это повтор всем известного фильма? Нет, «Бамблби» — это вообще отдельная история про героев, трансформеров, его жизнь, как он попал на землю и как он спасался от «Мегатрона». То есть, это самостоятельное кино, причем оно стало настолько популярным, что режиссер фильма одобрил продолжение. То есть, мы увидим уже вторую часть через несколько лет наших кинотеатров. То есть, именно эта история сработала намного лучше, чем основные трансформеры, которые выходили до этого. Причем у «Бамблби» рейтинг 6+, то есть, это совсем семейное кино, которое воспитывает в людях именно положительные эмоции и семейные ценности. Именно рассчитано на это. Еще есть один звоночек. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Да, мы ждем. Алло. Да, да, да. Вы чуть-чуть от телевизора отойдите подальше и задавайте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, хочется такой вопрос. От телевизора отойдите подальше. Вы задавайте. Хочется такой вопрос задать, значит. Есть «Корстон», есть «Корстон», где все сверкает, блестит. Сделано очень шикарно. И переход в торговые ряды по мосту, вы знаете. Вот я вам предложаю туда сделать гида и туристическую группу, которая будет наблюдать, смотря вниз. Так живут люди 18-19 веков, как они там разводят скотину, куры. Новогодние, как встречают. У нас сегодня с юмором телезрители. Знаете, очень хорошо посмотреть. Видно сверху, по обе стороны. Там по вот 3-4 двора. Я здесь нахожу и удивляюсь. Особенно летом. Какой, конечно, там бардак у них. Извините. Так это тогда упрек тем, кто находится рядом с «Корстоном», что надо бы приводить в порядок свою территорию и благоустраивать ее, соответствовать. Этих людей обязать, к сожалению, мы не можем. Ну да, это такой... Да, ну спасибо. Очень с юмором даже. Что мы еще не успели с вами сказать по поводу сюрпризов новогодней ночи? Есть какая-то важная информация? У нас же еще праздники-то будут не только новогодняя ночь и елки. У нас также ждут два припати. Мощнейшие припати с мотом. Ожидаем очень большое количество гостей. Покупайте билеты заранее. Попадайте на новый формат припати. То есть, если раньше все стояли в очереди, сейчас мы выделяем дополнительную сцену. Туда анимация, там лотерея, welcome drink'и. Клюковка. Да, клюковка. В общем, движение с девяти часов у нас начинает гулять весь этаж полностью. Поэтому приходите, не стойте в очереди. Проходите развлекаться. Очень хорошо зашло, когда была дискотека СССР. Включали эти хиты, люди просто танцевали. Они уже, мне кажется... То есть, они уже подготовлены? Да, они уже, мне кажется, к самому... Мы угощали, мы делали лотерею, мы включали музыку вот того формата. Там, под Шатунова, просто все уже пели хором. Уже и самая дискотека 90-х. Да, да, да. Там, на самом деле, когда начали пускать людей в зал уже, они уже, наверное, даже забыли, что нужно идти, потому что там продолжалось, если бы ведущий не объявил, ребята, вот припати-то уже начинается. А тут, наверное, никто не ушел. Вот. Это первый момент. Мод. Второй момент. Пятого числа нас ждет легендарная Линда. Я ворона. Давно ее у нас не было. И по многочисленным просьбам мы везем ее снова. Так что пятого числа ждем. Ребята, нас остается буквально минутка. Мы сейчас говорим о том, что сразу после эфира мы наберем тем людям, которые стали победителями. Да, мы уже, в принципе, в голове сложилось, да, кому какие подарки вы подарите. Несколько слов пожеланий своим коллегам и Серпуховичам с наступающим Новым Годом. Коллеги, Серпуховичи, хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Хочу пожелать здоровья в следующем году, хорошего настроения, чтобы все ваши мечты сбывались. И почаще улыбаться в Новом Году, чтобы вот эта счастье, улыбка, она распространялась на всех нас, которые вот мы рядом все находимся. Это тепло. Вот что я вам желаю в Новом Году. Ну, присоединяюсь к Александру. Желаю огромного-огромного счастья, мира в ваших домах, чтобы год свиньи у нас, да, будет, чтобы у вас ваша свинья-копилочка приумножилась, чтобы денег в ваших домах стало больше. Я присоединяюсь тоже ко всем поздравлениям. Я вам желаю больших побед. Обязательно, чтобы все поставленные цели были достигнуты, да, и самое главное, не болейте, чтобы рядом были близкие, здоровые люди. Хорошо? Спасибо. Мы вас ждем и в 2019. Обязательно придем. Спасибо, обязательно придем. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова